С 2005 года на территории Духовного центра Казанской иконы Божьей Матери, в день ее обретения, 21 июля, настоятель Андрей Казарезов проводит фестиваль «Раменские звоны». Выступления, в первую очередь, звонарей, а также фольклорных коллективов, ратуют прихожан после праздничной службы. В этом году храмовый комплекс «Холодова» в престольный праздник посетил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Звон колоколов, по мысли молитвы нашей церковной, призывает людей на молитву. Колокольный звон в случае нашествия на племенников призывает людей встать на защиту Отечества. Колокольный звон оповещает людей о начале богослужения. Обратите внимание, колокольный звон умиротворяет воздухи. А что это значит? А это значит, что если вот видят, что гроза идет, молнии блистают, надо звонить в колокола. И звон колокольный умиротворяет воздухи. Колокольный звон прогоняет демонов. Удивительно. Но думаю, что ничего удивительного нет в том, что мы с вами видели или слышали или читали о том, что происходило после Октябрьской революции. Как враги Церкви Христовой ополчились на звоннице церковной и в первую очередь уничтожали колокольни и колокола, потому что враг рода человеческого дьявола понимал, что звон их прогоняет от того места, где живут люди. Колокольный звон созвучен радости сердца. Его слышно далеко. Раменские звонари – настоящие профессионалы. На фестивале прозвучали разные звоны в их исполнении. КОНЕЦ Ну и, конечно, наши бабушки, может быть, не придавая каким-то научным изысканиям свои мысли, говорят, что когда звонят в колокола, так комфортно, так уютно, так тепло. Вот чувствуется какое-то вот такое особое настроение и состояние души и духа. И это тоже не случайно. И умиротворяет и сердце, и сознание каждого человека. И всем вам желаю крепкого здоровья, доброго, хорошего настроения праздничного, чтобы оно было всегда таким. Не только сегодня, а всегда, чтобы было доброе, хорошее настроение. А оно будет таким, если мы будем желать друг другу только хорошее, доброе, вечное, святое. Сергей Григорьев и Елизавета Скрябина для программы «Городские вести». «Городские вести»